Здравствуйте, друзья! Мы начинаем прямой эфир в своем избранном обществе, как говорится, тесным кругом. Выясняется, что Астана это все-таки город понаехавших. И как карантин, после карантина почти все люди в Шимкенте, в Алмате, в Караганде, еще где-то. Кто-то действительно держит строгий карантин. Мы вот решили все-таки здесь, в беседке, на расстоянии друг от друга, можно посидеть, расслабиться. Вот я презентирую сегодня вот эту книгу, переиздание «Вечное небо казахов». Вот поступил первый вопрос. Ура, ага, это известный философ, доктор наук. Он спросил, чем отличается от первого издания. Отличия от первого издания такие, небольшие совершенно. Две дополнительные статьи вошли в эту книгу. И потом, в свое время, в книге, в приложении были две статьи по мифологии моего покойного мужа, Талазбека Асимкулова. Талазбека Асимкулова. Тогда я их издавала, потому что тогда его статьи, они выходили когда-то в 90-е годы в журналах, которые мало доступны людям. И поэтому я включила, чтобы людям, которые читают мою книгу, было понятно, на кого я ссылаюсь. Но сейчас, когда его я выпустила «Пяти томник» и планирую еще пять томов выпустить, я посчитала, что уже не надо. Тем более была критика на эту тему. Я не стала включать его статьи сюда. Вот. Ну, кому интересно, в принципе, вот, люди спрашивают цену книги. Она стоит 7 тысяч тенге, 700 страниц вот такая-то маленькая. Но кому интересно, в принципе, но нет возможности получить книгу, приобрести... Ой, спасибо. Здравствуйте, Татьяна. Пришла хозяйка этого прекрасного места, Татьяна Жаньярова, директор «Океан-Арта», прилетела из Алматы. Татьяна, я книжку прям к вам присоединись, можно? Татьяна, вам книжку подарю потом. Спасибо, спасибо. Здесь оставлю в центре. И мой сайт есть от Укен Кейзет. Кто наблюдает за моим творчеством, тот, конечно, этот сайт знает. Это сайт мифологии, традиционной культуры и музыки. Там есть практически все мои статьи выложены. Ну, кроме тех, которые я сейчас пишу на гонорар для «Экспресс-К», для каких-то других изданий. Там есть работы Таласбека Асимкулова, там есть работы Серегбола Кондебая. И, в принципе, вот все содержание вот этой книги на сайте есть. И плюс еще есть электронные издания этой книги. Можно на российских площадках купить, но лучше на нашей Айктаб Кейзет. Айктаб Дюкена все-таки наши к нам поближе. И поэтому у кого нет возможности купить книгу по каким-то причинам, все, что в ней есть, можно прочитать в бесплатном доступе на Аутукен Кейзет. Вот такой первый вопрос. А вот если что более конкретнее, вам предыдущие издания выше 13-го, нет? Да. Вот 7 лет прошло. Тем более вот новые статьи выключили. Цележат ли на плане какой-нибудь продвижка? Подвижка. А, в смысле новая. Ну, ага, получается такая вещь. Здесь, я как говорила, особо ничего нового нету. Почему? Потому что я и так оторвалась от нашей науки далеко вперед. Не то, что на выстрел лука, стрелы лука, а вообще наши ученые чем-то занимаются, я чем-то занимаюсь. И, честно говоря, скучно в этой обстановке, когда не с кем обсуждать свои идеи, ну, научного общения нет и особого настроения нет. Потом, ну, как вы понимаете, я фрилансер. Мне эти исследования не оплачиваются. У нас до сих пор нету мифологических никаких, ни институтов, ни центров. Конечно, у нас в институте литературы академическом в Алматы есть отдел фольклора, фольклористики. Но, то есть, вот, Джерехмала, тут пух, да, летает. Этот самый. Дело в том, что у нас проблема в чем? У нас до сих пор мифологию в науке воспринимают как выдумки, сказки. Или вот наши историки пишут миф об Анракайской битве, еще что-то. А то, что на самом деле... То есть, миф – это синоним слова «выдумка», «ложь» и так далее. А то, что миф – это то, что лежит в нашем бессознательном, то, что определяет наше бессознательное, наши ученые до сих пор не хотят понимать. Поэтому мифологию – это как маленький кусочек фольклористики у нас до сих пор. Вот так вот воспринимают. К сожалению. Поэтому и последние годы я даже, честно говоря, стараюсь я не читать исследования по мифологии мировой. Почему? Потому что, когда что-то прочитаешь, то уже начинает что-то в голове крутиться. Как это? Что это? А у нас это как? Появляются новые идеи. А когда ты на жизнь зарабатываешь другими вещами, то ты не успеваешь это писать, да и нет желания писать, потому что потом не с кем обсудить. И просто-напросто голова болит от нереализованных идей. Ну, физически это процесс такой. Поэтому я это закрывала. Но вот сейчас, например, на этот год, может быть, вы знаете, да, в районном центре Щепе Мангостаусской области есть мемориальный музей Серегула Кондебая. Родина его. Да, это на его родине. Мангостаусцы молодцы. Они почитают своего вот такого выдающегося земляка. И там есть мемориальный музей. И я с ними сотрудничаю. Такой нештатный консультант у них. И на этот год мне дали заказ. Я занимаюсь исследованиями сейчас женских образов мифологии. Вот должна, вот сейчас интенсивно читаю, должна уже садиться писать что-то. И Кудай-Каласа, ну, наверное, в следующем году, может быть, книгу будем издавать. Почему женские образы? В принципе, это я сама им предложила. Он меня спрашивает, какие ты хочешь заявки подать, вот, может быть, грант, если будут выделены. Я говорю, получилось так, что вот эта книга в основном про мужские инициатические ритуалы, мужские идеи. Я сама этого не осознавала. Просто когда вот первое издание мы готовили в 2013 году, Досбол Касымов наш, очень известный, очень талантливый художник, Досбол, он сам вышел в Фейсбуке на меня и предложил, давайте я вам обложку сделаю, подарю. Я говорю, ой, конечно, тем более, вот в обществе мы все восхищаемся. И когда Досбол вот эту обложку сделал, это его картина Культиген, если не ошибаюсь, она в Ахурде находится. И он эту обложку сделал, я говорю, конечно, прекрасная, красивая обложка, но какое это отношение имеет ко мне и моим исследованиям? Задумалась, а потом открыла, действительно, батыр. Эпический батыр, как-то ждественная казахская культура, герой тотем идет, потом здесь воинский ритуал, жланг АЭС, там роль кузнеца в жланг АЭС, потом искусство воинской касты, к вопросу об институтах инициации, древнетюрские истоки прятства в Бекташе. Я думаю, а правда? Оказывается, здесь, конечно, есть какие-то главы про женские архетипы, но на самом деле, вот получилось, что мужские архетипы. Вот можно, вот несколько лет тому назад, в прошлом, в прошлом году, в Евразийском университете... Можно, если туда вообще слышно что-то, народ в комментах не пишет, слышно что-то? В Евразийском университете проходила конференция, вот там мы посвящены, вот саму, или вообще по мифологии, но там нет, вот книги, автора, вот свыклиц, по мифологии, и там, что меня поразило, что поразило меня? И студенты, молодые преподаватели Евразийского университета, они вышли, 20-25, вот все персонажи нашей казахской муфологии. А, это на конференции Серегболы Камубайо в Евразийском университете, это, вот интересно, дизайнер есть, очень известный, ну она работает и в Алмате, и в Астане, у них своя ателье, Торбие, и Торбие, это вот имя, как у мамы Серегбола, а фамилию, в общем, забыла Торбие. Несколько... Торбие, это ее работа. Я пользуюсь на несколько моментов, во-первых, обилие персонажей, во-первых, во-вторых, обилие имени женских персонажей, ну, мужские персонажи, ну, 4-5 максимум, где-то 20 известных персонажей. Я что, объясню людям, которые сидят на конференции Серегбола Камубайо в прошлом году в Астане в Евразийском университете дизайнер, у которого корни из Мангосталу и которая Торбие, и она читает, оказывается, много Серегбола, и меня тоже, оказывается, читает, вот эта книга у нее есть, она сделала коллекцию костюмов на мифологических персонажей, и сейчас эта коллекция костюмов, вот, опять же, в музее Серегбола Камубайо в Щерпе находится, если кто там будет путешествовать, да, она там фурор произвела, я помню, на конференции, все проснулись, побежали на видео с него, дух перехватывает, я оттуда снимаю, оттуда снимаю, подхожу, как, вообще, я тоже там часто выступил, со своей идеей, там, вот, то, что относится к мифу, мифологии в целом, вот, наши современники, это результат, знаете, это результат, это такое, есть перспективное направление, как синтизм, все, все хотят только научными методами, рациональными методами, способами объяснить, доказать, более того, какими-то количественными методами, строго, такими научными методами, скажем так, если научные методы не подвергаются, не поддаются, все, это не знание, это не имеет особого значения, поэтому, вот, мы болеем антистинтизм, я во всех своих статьях, как только получать возможность, я все равно антистинтизм, говорю, и провожу эту идею, ну, хватит, говорю, уже, она говорит, так, поэтому, да, действительно, вы делаете очень доброе дело, я думаю, если через иное количество времени, это, все, на китайской стенах вы пробьете, все мы пробьем, этот синтизм, так сказать, и миф, мифология, соответствующие отношения наверняка пойдет, ну, если не старшее поколение, вот, моего поколения люди действительно к нам относятся, даже, ну, я тоже удивляюсь, как, у меня есть один такой, я его, в моем семинаре, Кайрбе Сартаевс, он исключительно, он вообще генельный человек, он, не кандидат, но он специально забросил, в Москве, он учился в аспиратуре, но он все сходит именно к молоке, к молоке, и вот, в общем, мое поколение, ну, я думаю, теперь молодое поколение, молодая порция пойдет, не, мы уже не молодой, мы уже садим пенсионного возраста, не, 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 слицовали, к сожалению, нынешние магистранты, нынешние поколения, но я вот смотрю у наших, тех, кто сейчас защищает по мифологии, да, кунглем Толмайда, защищает диссертацию, и там смотришь по мифологии, список литературы, ладно, улармена бремида, казахшага на охотах депр, но когда на серебролог, вон дубай нет ни одной ссылки, а есть ссылки только на своих научных руководителей, на работы 60-х годов, которые на самом деле по уровню, на уровне 20-х, 30-х годов или вообще 19-го века, какие-то абсолютно банальные вещи пережевываются в сотый раз, мне становится обидно. Я не антисцентист, я сформировалась как математик вообще-то изначально, Нет, остается, естественно, но у меня первая тема моей кандидатской науки вообще методология научного исследования была. Но я против того, например, когда про Серебова говорят, что вот он как Блаватская, там Оган Блакюрде, Берильда, да, там есть этот аспект, что он был избранный, да, Серебов, Хон Дубай, что шло ему какая-то информация, но он по большому счету он ученый, он настоящий ученый, у него железная логика, где-то единственное не хватает информации у него, потому что не было всей литературы и вообще наша наука, честно говоря, очень отсталая, у него где-то могло не хватать информации, но логика у него железная, и он исправлял свои какие-то мнения постсинтизм это точка зрения это все свойство только науки, только рационализм, никакой мифологии, никакой эзотерик, никакой религии, никаких других самых, вот я понимаю, постсинтизм, а так человек без научного подготовки не может одолеть это самое естественно, первую очередь надо быть научным человеком, и вот вы проводили молодежи, что разошаровываемся, молодежи, вот которые защищаются по мифологии кандидатской как называется сейчас бакалаврской или докторской диссертации здесь я считаю главной вина не этих молодых людей, а научных руководителей. Я сколько выпускал кандидатов, докторов наук, магистов и так далее, я в первую очередь обращаю внимание на сеть нижней кто где как во всем мире и у нас в Казахстане тем вот сейчас доктор защитается я буквально сегодня позвался и дал дух еще работ наших казахстанских вот читай включай работу а это научные руководители они их узкий кругозор они хотят только себя например показать а за сеть например и зернов и другие работающие в этой области поэтому если руководители настаивают например правильно показывают то молодежь наверняка я сейчас над женскими архетипами работаю и получается вот такая штука что очень много работ у якутов женские образы в эпосе например якутском эпосе много работ по бурятским по тувинским по хакасским в конце концов это малые народы в составе России их население многих сто раз меньше чем у нас по алтайскому какие прекрасные издания эпосы академические с переводами с академическим переводом с кучей комментариев с такими серьезными статьями я даже эти статьи но я в электронном виде читаю скачиваю что могу я отправляю знакомым музыковедам потому что вот издание эпоса академическое на двух языках и к нему приложена статья музыковедческая о том как вот ну исполняется эпос мне мне самой настолько интересно хотя я не музыковед а для музыковедов сколько информации а вот у нас к сожалению попробуйте женские образы в казахской мифологии или женские образы в героическом эпосе субая кортка чуть-чуть про кортку чуть-чуть еще что-то очень мало все же странах и мы станем право то что в 60-х годах было о них сказано на этом уровне и осталось у нас все и очень обидно за нашу науку на самом деле потому что вот мы в Башкирии были несколько лет назад с Баслу Кондебай на чуркологическое конферен у них маленький институт там 80 человек работают он башкирская в Уфе башкирский язык литература музыка история все-все сколько у них интересных работ и они это все для них это важно а вот мы как-то независимость получили и мы расслабились и ой у нас все есть кормах знаете о чем я хочу сказать вот вы говорите что вы делаете вот эти все научные работы но эти работы остаются их никто не знает вот сейчас если посмотреть среди молодежи очень сильно стали увлекаться мифологией реально казахская мифология ребята иллюстраторы художники ну вы не сидите ни в тиктоке ни в инстаграме они начали я теперь в инстаграме зарегистрировалась два месяца назад они начали рисовать ну в теме комиксов причем рассказывать о наших мифических персонажах на самом деле значит я не хочу сказать что наша наука вот вообще ничего не делает я одна ни в коем случае я говорю зачастую я вообще не в науке по нескольку лет нахожусь а занимаюсь переводом потому что ученые вот вы отдельно от людей нет подождите я не академический ученый я фрилансер у нас есть академические институты и действительно я им говорю где ваши работы вот вот иногда меня начинают критиковать что вот почему вы за этнографом я говорю окей ребята я рада где наши этнографы почему они не сидят и не публикуют в социальных сетях более того не в социальных сетях просто даже в интернете нигде этого нет нет у нас идет такая система например Жазушла Рудага где-то там несколько лет назад наконец сайт свой сделали но на этом сайте выкладывают журналы Жолдос газету Казаха Девет там простор на русском языке литературный журнал чтобы что-то найти это гуглить бесполезно то что там вышло ты должен знать этот сайт ты должен зайти на этот сайт найти тот номер и открыть этот номер и тогда эта работа выйдет или у нас есть Казнер электронная библиотека Казнер Деген национальная электронная библиотека это наша в Астане академическая библиотека делает очень много там всего есть но оно тоже не гуглится нужно зайти на этот сайт и на этом сайте найти но и даже на этом сайте оно все в формате PDF как картинка идет то есть ты не можешь просто скопировать что-то там ну процитировать ты должен читать и плюс там экран неудобно сделать то что у нас например по Маденинура делалось еще по каким-то государственным программам делалось сайты открывают программа заканчивается сайт не поддерживается или даже если остается сайт как таковой все что там можно было скачивать оно уже не скачивается исчезает и в этом плане очень у нас действительно что-то информацию найти очень тяжело вот например 100 томник казахского фольклора вышел да баба ларсеза у меня он есть потому что мне скинули те кто разрабатывал в свое время этот баба ларсеза мне где-то 50 томов черновиков скинули у меня есть на компьютере и там иногда открываешь договоры о выполнении работы ошибок очень много но ведь это выполняется за государственные деньги мне кажется здравствуйте один раз не сдали а вот пересдание нужно нет да бумажное но сейчас зачастую мало кто себе может позволить особенно молодежи 100 томов купить возить это и деньги лучше онлайн потому что ты в дороге где это все тебе помнишь ты читаешь да и оно причем оно должно гуглиться а не так что ты знаешь где это спрятано и ты это можешь найти оно должно гуглиться и оно должно быть так чтобы это не было изображение а чтобы это был ну вот текст который ты можешь скопировать куда-то увеличить ну то есть работать с этим нормально а с иллюстраторами я знакома кстати говоря потому что вот наши детские книжки вот это вот это детские книги мы же для них постоянно в поисках иллюстраторов находимся и в инстаграме мы сотрудничаем например с вот там суретша девушка же есть которая ник суретша или аккаунт это называется у нас очень много иллюстраторов я не знаю я в основном сейчас она очень много мифологические вещи она в швеции живет она на мифологические темы кстати отрывки серебола с нашего сайта публикует и рисует к ним что-то некоторые ее работы она сейчас дала для музея для экспозиции музея кундувая есть но знаете у нас есть такая вещь что молодежь она рисует либо на европейские какие-то темы с европейскими лицами да многие или если они даже что-то мифологическое пытаются они все равно в нашу мифологию не стараются погрузиться смотрите вы смотрите с позиции чтобы нарисовали я смотрю и нарисовал причем профессионал я смотрю с позиции с начинающих то есть с кем я работаю ребята которые только начинают вот мы запускаем хотим запустить флешмоб чтобы нарисовать нашу мифологию то что сейчас стали увлекаться я смотрю встречаю ребят причем славяне ребят казахов среди нет у нас есть иллюстраторы сейчас будет идея такая давайте рисуем наших сказочных персонажей и причем нужно будет еще написать текст очень много текста которого я ищу реально мы смотрим с якутских таких-то даже таких вот сайтов наших нет информации и нашу токен он гуглится я не знаю и там например здравствуйте там выложено это на токенки язык например словарь казахской мифологии серебро фонда ба выложен причем именно в формате который вот эта книга гуглится я не знаю но конечно это не все что у нас есть мне очень жалко бывать иногда вот заходишь в Алматы когда бываешь в институт языкознания в институте языкознания в этот момент защищают диссертацию по Амалам Амала если вы знаете это какие-то погодные признаки какие-то периоды как Куралай Салкан то есть когда Бескуна да Бескуна там Адрес это очень интересная вещь а наши вот часто уже я не знаю газеты давно не открывала а раньше в наши газеты зайдешь Пелагея Огуречница вот ну это такие вот христианские русские то что по-нашему Амал то есть это какие-то дни в году когда погода определенная все хорошо я не против Пелагея Огуречница но в Казахстане можно и наши собственные Амалы да писать можно можно да ну я уже скромно можно я говорю институты языкознания почему этого нету на сайтах почему это недоступно людям ну хорошо человек защитился его автореферат где-то в библиотеках есть но сейчас мало кто ходит в библиотеки и листает автореферат если бы эти работа по Амалам была в открытом доступе в интернете насколько бы она была востребована вот я просто поскольку я фрилансер ни в штате нигде я ориентируюсь на публику поэтому мы сделали свой сайт в свое время я его сама содержу ну на свои деньги так создавала по заказу вот пришла наша Жанар Джандосова ну это не я Фатима да у Жанар есть младшая сестра Фатима вот Фатима мой когда-то мне сделал за 200 долларов этот сайт потом 10 лет на волонтерских началах технический директор этого сайта и если что я кричу ой Фатима там что-то там случилось и Фатима сейчас посмотрим заходит то есть это вот дело отдельных энтузиастов а вот у нас на самом деле огромные деньги по госпрограммам на все это выделяется но оно проваливается куда-то и люди они могут у вас эти свои работы выставить конечно могут а я кричала но здесь во-первых у многих людей нету интереса к этому мне кажется вот у многих ученых у них какой-то подход я ученый вот знаете была такая ситуация смешная есть наш известный очень режиссер Дарижан Омербаев его во Франции обожают его всегда Франция поддерживает ему гранты дают очень интересные работы потому что он владеет материалом много цитирует французов своих работах и он у него был цикл у него есть цикл фильмов там про любовь еще какие-то еще какие-то он русскую классику какие-то тексты Чехова там Толстого Достоевского перекладывает на вот наш ну в нашу реальность переносит и снимает фильм у нас к сожалению они не очень известны а во Франции они в прокате есть получают призы вот и как-то раз они с Талазбеком то есть с моим мужем много сотрудников ну общались в общем-то и как-то раз Дарижан говорит я сейчас хочу по преступлению наказанию сделать фильм но в нашем времени Талазбек сделай мне сценарий а Талазбек он как писатель он говорит слушай преступление наказание Талазбек обожает Достоевского обожал Достоевского он хотел вообще о нем книгу написать но он говорит сейчас вот эта проблематика что человек из каких-то философских идей идет на преступление это не актуально в Казахстане давай я тебе сделаю сценарий крутой детектив у Талазбека это была мечта он говорил в казахском фольклоре уже зарождался детектив причем психологический детектив у него была мечта создать вот настоящий казахский детектив это жанр литературы в кино но не добрался он говорит Дарижан я сделаю такой сценарий все побегут этот детектив смотреть а Дарижан он артхаусный художник и он прямо немножко прямо вот содрогнулся и говорит Талазбек мне не нужен сценарий на который все пойдут он хочет вот именно что-то очень изысканное для продвинутой французской аудитории делать и вот точно так же у меня иногда такое впечатление что нашим ученым которые вот посвятили этому свою жизнь им на самом деле это и не очень надо а может быть потому что ну вот Утенки Зет это какой-то частный сайт ну в общем короче а вы четко сказали Зира перед этим есть ученые которые на систему ориентируются есть ученые которые другими скажем так нет я я очень знаю много энтузиастов да среди ученых а ведь когда в систему зажимаются да я очень уважаю но да но видимо у них такой вот подход что я свою работу сдал а дальше кто что ну как у нас и в кино да человек снимает фильм но если не брать вот таких как Дуртаса Дамбай который потом это продвигает многие же вот кто в системе сформировался я снял фильм а дальше ну пусть студия сама продвигает казахфильм пусть продвигает мой фильм вот такой вот подход и нету заинтересованности донести это честно говоря я и сама тоже не сразу к этому пришла вот здесь есть моя диссертация в конце как приложение и некоторые главы которые я когда вот готовишь к изданию книгу и перечитываешь я читаю и думаю боже мой я этим интересовалась боже мой вот а что я вот здесь имела ввиду когда там коннотация с чем-то с чем-то то есть я уже сама не очень понимаю и не помню но потом так жизнь сложилась что я сотрудничала одно время в газетах вот у Жанибека Сулеева на Жанар-показы потому что двоих родных и когда я Жанибеку приносила статью он говорил Зира это все хорошо но вот этот кирпич разбей на куски пожалуйста да или Талас Бек меня тоже публиковал в газетах в журналах который работал говорит Зира чуть-чуть облегче потом где-то я начала работать на портале а там мне говорит Зира пожалуйста сделай из этого две страницы и сначала я очень возмущалась потому что у меня большая мысль которую нужно развернуть на 20-30 страницах но постепенно привыкаешь к этому формату ну не скажу что клиповое мышление но все-таки привыкаешь более ясно излагать для более широкой аудитории и более может быть так доступно поэтому вот некоторые люди которые покупают говорят ой я не понял я говорю вы сначала не берите потому что ну просто по логике мне нужно было сюда первую главу поставить там антология и там как-то раз ты людям байтукенов смеялся в фейсбуке купил зерену книгу начал читать начинается вот так вот тенгрианство парадоксальным образом утверждает одновременную трансцендентность и имманентность Всевышнего как трансцендентальная абсолют и вот такой вот абзац но это самый первый абзац книги я не виновата нужно было начинать по логике просто я старалась максимально облегчить просто ну в студенческие годы мы Гегеля же читали а у Гегеля как одна книга идет там первые 200 страниц науки логики он обсуждает начинать книгу надо систему с ничто или с нечто он приходит к выводу что надо начинать с ничто в следующей книге он опять это первые 100-200 страниц обсуждает и приходит к выводу что нужно систему строить с нечто начинать мы вот так воспитаны были и действительно мы ну в молодости хочется себя полностью выразить доказать что ты умный человек и ты можешь сказать такие вещи которые никто не поймет но некоторые главы были тогда так написаны и я не стала переписывать а большинство текстов в общем-то написаны более поздний период когда ну я уже старалась для людей писать а не для себя лично поэтому ну хотя и те которые я для себя писала они все равно ну стоят того чтобы их читать а вот как казахская мифология встраивается у меня не показывает что-то так встраивается в систему общей мифологии вот мировой да в научную мысль она сейчас кто-нибудь использует вот эти примеры там казахской мифологии или там объясняет это каким-то образом ну какие-то особенно это французская школа да или там всякие темы нет видите сейчас дело в том что сейчас вообще мифологии больше кто интересуется психологи интересуются люди искусства киношники интересуются как тот же Кэмпбелл да ну автор нескольких книг по мифологии Джозеф Кэмпбелл он культовая фигура в Голливуде то есть в Голливуде его книги по мифологии это просто учебник а наука у нас же сейчас такая вещь она там ну эссенциализм то все короче говоря как таковой вот нашей академической науке сейчас другие вещи популярны популярны в академической науке там всякие практики памяти вот такие темы а мифология сейчас вот она больше как прикладная и потом свою мифологию они достаточно хорошо изучили ну европейцы например а мы свою не могли им поднести вот например в Петербурге есть такой очень уважаемый человек Березкин фольклорист он создал в интернете это есть каталог этих ну свой собственный каталог мотивов мифологических и показывает как эти мифологические мотивы кочуют по миру да ну вот одни и те же мотивы например в Сибири или там где-то на севере России и в Южной Америке встречаются соответственно возникает можно посмотреть как это передвигалось и так далее вот мы когда были в Уфе он тоже приобрел Серебола четырехтомник тогда я еще не знала кто это я бы ему подарила вот а потом я как-то начала переживать что у него не включены вот эти наши мотивы из работ Серебола не включены начала расспрашивать людей которые его знают ему письмо написал а потом выясняется что вот казалось бы в России академическая наука поддерживается ну на уровне которого у нас нет но оказывается по сути это громкое слово что у него там лаборатория он еще кто-то там на полставки они сами почти на энтузиазме делают это мировой классификатор потому что ну к сожалению сейчас наука немножко на других академическая наука в другом ракурсе работает и бывает обидно например и плюс мы еще свое не смогли я вот до этого говорила что даже в России малые тюркские народы исследований больше чем по нашей мифологии и в результате появляется такая ситуация когда вот Адриана Майер по Амазонкам американский автор пишет монография по Амазонкам она доказывает что Амазонки это на самом деле этот образ отсюда из Центральной Азии от кочевых тюрков пошел туда и она приводит примеры из киргизского фольклора из узбекского фольклора из каракалпакского фольклора нас там нету фактически так через запятую иногда последними в списке упоминают и там салкили каракалпакский свадебный головной убор невесты и вот все время и знаете вот просто думаешь каракалпак больше да чем о нас потому что мы как-то почиваем на лаврах мы получили вот независимость переводы на английский переводить нет она видимо читает источники русские тексты читает мне кажется что она читает я ее так поняла эту книгу когда читала потому что я не думаю что все есть необходимость переводить у нас есть необходимость переводить ну вот если знаете мы год назад в Америке вышла вышел роман Таласбека Талтус Полдень о казахской традиционной музыке на английском языке вот так получилось что вообще нам Парухани Жангру национально-академическая библиотека Астаны в рамках программы Жангру дала грант на перевод этого романа ну у нас как зачастую это происходит перевели в Казахстане небольшим тиражом издали для презентации и все ну разослали по посольствам нашим за границей где-то они в посольствах лежат может кто-то в библиотеку сдает вот Национальное бюро переводов они в этом плане молодцы они по библиотекам иностранным всем разослали там тираж очень большой на каждом из языков он 10 тысяч экземпляров антологии казахской прозы современной антологии казахской поэзии мы пошли другим путем у нас не было возможности издать 10 тысяч экземпляров рассылать по миру я каждому из переводчиков сказала ну они же живут за границей я каждому сказала у нас нету возможности нанимать литературных агентов и так далее считайте что вы мои литературные агенты если вы найдете издательство за границей в вашей стране которые заинтересуются и они с вами заключат договор и мне как ну правообладателю будут платить роти я буду отдавать ваши проценты как агенту литературному и вот в Америке Шелли Фаервеза Вега она самая ну такая активная она сразу начала рассылать рукопись романа по издательствам американским английским и к ее удивлению она буквально через неделю говорит Зира уже поступила первое предложение из Лондона ну от российского издательства ну то есть россияне которые в Лондоне живут но говорит мне кажется надо подождать мне кажется будут лучше условия потом поступило когда предложение из индианского университета она говорит вот это мне кажется надо принять во первых это солидное авторитетное издательство у них там центры исследования постсоциалистических стран и условия которые они предлагают достаточно ну приемлемые и мы заключили договор книга вышла и даже вот сами американцы написали это первая книга из постсоветского Казахстана первый роман из постсоветского Казахстана который пришел в англоязычный мир хотя у нас очень много книг было издано но это как издается это вот то что называется на западе Ванити Пресс литература тщеславия то есть это не когда издательство профессионально берет издает книгу потом ее рекламирует продвигает продает это когда автор приносит свои деньги издает и потом сам уже что-то пытается с этим сделать родственникам друзьям издает и к сожалению вот у нас были потрачены огромные деньги Самрук Казна еще кто-то еще кто-то наших писателей классиков там издают но в основном это все равно воспринимается как ванити пресс Казахстан дал деньги ну хорошо мы издадим еще издают а потом она где-то остается а вот и в принципе вот в этом году музей серебола Кондбайл у них было финансировано два тома серебола мифологии предказахов перевести на английский язык я Шелли поговорила она говорит да Зира 95% вероятности что этим заинтересуется сразу какое-то американское издательство и издаст эту книгу тот же Индианский университет может издать это мне кажется это воспребовано я ее отправила в электронную музей но что получается музей вынужден тендер проводить на тендер тот ТО который привлекает к работе Шелли оно не может выиграть потому что там сумма и так небольшая для американского переводчика и занижать цену не могут выигрывает какая-то какой-то маленькое ТО на днях мне прислали вот пробы этих переводов я потом в это ТО позвонила музей серебола Хондыбай не имеет права с ними они выиграли тендер все им отдали эту работу это ну против этики о чем-то с ними говорить ну я просто как человек который исследует серебола больше всех в нашей стране который переводил его на русский язык я им позвонил и говорю вы понимаете это очень непростая работа очень непростая я переводчиком серебола стала не потому что мне хотелось быть переводчиком или я планировала быть переводчиком Первый раз, когда выделили деньги на перевод книги Серегула Кондебая «Казахская степь» и «Германские боги», с казахского на русский надо было переводить, я советовалась со всеми, в том числе с Герольдом Бельгером покойным. Он сказал, я, конечно, не возьму, вот есть такой-то очень хороший переводчик, потомственный переводчик, работайте с ней. Мы с этой женщиной очень действительно известны, авторитетный переводчик с ней работали. Во-первых, она затянула работу, то есть там, ну, небольшая книга планировала, что через два месяца она должна была отдать работу, она ее через полгода смогла только отдать, и потом было очень много ошибок на самом деле. Почему так получилось? Во-первых, она говорит, я привыкла большими кусками работать, ну что мне книжка 130 страниц, я думала, я ее за неделю переведу, и поэтому я набрала другие заказы, жить надо, детей кормить надо, я набрала другие заказы и думала, что вот, когда вот срок будет, дедлайн, перед дедлайном я за неделю переведу, вам отдам. Зира, это ужас и кошмар, я полгода просидела над этой вашей работой, я все прокляла. Да лучше бы я за это время тысячи страниц других книг перевела, чем эти 130 страниц. Я очень устала. Но она устала, но при этом вот там, где идет чисто вот изложение, пересказ какой-то легенды, она красиво переводит на русский язык. Где идет идея Серебула Кондубая, она ошибается. Потому что хоть она и не фольклорист, внутренний центр засидит. И там, где сказано, что Иран, ну, древний Иран когда-то заимствовал эту идею прото-тюрков, она переводит ее наоборот. Потому что, вот, ну не может человек, потому что уже вот сформировалось это все, что мы все заимствовали, особенно у прежнего поколения. Потому что раньше как было в тюркской лингвистике, какое-то тюркское слово, его этимологию надо найти. Что делают? Смотрят, есть ли похожее слово в иранском языке, в арабском языке, в русском языке, еще в каких-то языках. Если нигде хоть сколько-нибудь похожего слова нет, тогда, говорят, возможно, это тюркское слово. Вот такое вот подходит. Так же? Иногда бывает так смешно, когда вот эти, какой-нибудь наберется, вот, я здесь упоминаю этот случай, у бектаса-ата, святого вот, бекташия же есть, в цифийске был, точнее, ну почти его разгромили. Нагжбанди ему поклонялись, ой, не Нагжбанди, янычары поклонялись бектаса-ата. Ну, у казахи его называют бектаса-ата, а эти бекташия, да, на западе и так далее. И вот читаешь книгу про этого, про бекташия, и там такое есть выражение, оказывается, он иногда принимал этот бектаса-ата облик сокола, ну, в мифах, в легендах, облик сокола принимал. И где-то там через страницу пишет исследователь, русский исследователь, одно из имен бектаса-ата, ну, бекташа, это было хункар. Этимологически это слово означает, это иранское, заимствованное иранское слово, означает победитель, в иранском языке есть такое слово хабадар-бадар-бар. И вот это, наверное, вот это хункар произошло отсюда. В тюркских языках есть слово сункар, сокол. Понимаете? И вот такая штука происходит. И вот у старшего, особенно, поколения, которое сформировалось в советское время, вот это сидит, и эта женщина, переводчик, не будучи фольклористом, то есть она бы не пострадала, как ученый. Ты если ученый, и такое начнешь писать, академический ученый, ты сразу как бы выпадаешь из академической среды, ты уже все, ты неприкасаемый становишься. Она нет, но все равно она на автомате, подсознательном, все это поменял. И после того, как мне пришлось это все сильно редактировать, уже когда речь пошла о переводе мифологии предказахов, которая сложнее, чем казахская степень, германские боги, сестра Серебола Кундыбаев фактически просто выкрутила мне руки, сказала, вообще-то Серебол говорил, что, наверное, только Зира меня сможет переводить на русский язык. В общем, Аруахтана Аманата и так далее. Я просто, ну, честно говоря, никогда у меня не было даже мысли, что я буду переводчиком. А теперь вот смотрите, проводится тендер, какое-то ТО выигрывает, назначившее самую низкую цену, выигрывает этот тендер, и мне присылают перевод. И я даже не полезла проверять соответственно содержание. Я дочке студентки Назарбаевского университета попросила, выходишь, а посмотри английский. Она такая говорит, мама, ну это переведено в гугл-переводчиком, и не очень хорошо отредактировано, а дальше уже нет даже смысла смотреть. Ну, то есть понятно, что этот перевод англоязычный читатель просто не будет читать. Поэтому я написала это мнение в издательство, говорю, это ТО, выигравшее тендер. Я говорю, вы знаете, я сделаю все, чтобы у вас эту работу просто не приняли в конце, по итогам тендера. Ну, по итогам, когда это никакой экспертизы это не пройдет. Мы не пойдем по тому пути. Вот как пострадала национальная библиотека в Алма-Ате, когда они дали, ну, они дали по программе Рухани Жангру книги наших писателей переводить на языки разные. И потом книги издали. А потом начался скандал, что все это переведено в гугл-переводчиком, и невозможно, нечитабельно. И они обожглись это, ну, это где-то они недосмотрели, еще что-то. То есть это же было неумышлено. Ну, мне кажется, это все связано с самой организацией. То есть они же должны предполагать, что это уникальные работы, это нельзя давать просто в рынок, где нет таких специалистов. Таких специалистов единицы, и они должны сначала сделать пул этих переводчиков, и потом уже, кто подходит под квалификацию, и потом среди них разыгрывать, если на лучшее. Видите, у нас уже 10 лет, я, например, уже 10 или 15 лет даже бывала на конференциях в Министерстве культуры, выступала и говорила, что невозможно вот эти все вещи делать по общему, ну, вот темно. А когда организации начинают все время закуп из одного источника делать, те, кому это надо, они это делают. А вот те, кто работают честно, они боятся все время делать закуп из одного источника. Это просто два этапа. Это надо сначала определить пол переводчиков, скажем, там, 6 или 7 переводчиков, которые подходят по квалификации, переводили такого рода литературу, и, ну, могут быть. И тогда уже между ними делать и то не по цене, а именно по качеству переводчиков. Мы когда садились за Роман Таласбека переводить его на 6 языков ООН, мы подписали договор в начале сентября, в декабре мы уже должны были сдать тираж. Представляете? Это был, ну, то есть, я просто не могла отказаться от этого шанса. Была такая ситуация. Потому что ты сейчас откажешься, второго такого шанса может быть не быть. И хотя у меня волосы дыбом стояли, и была страшная паника, но мы взялись за это, я сама за два месяца переводила на Роскина, потому что уже какие-то куски у меня были на русском языке, и я была к этому готова. Я тогда же Мурату Мухтаревичу Аойзову позвонила, с ним посоветовалась. Чуть на меня показывает. Мне очень приятно. Все мои русские языки. Я Мурату Мухтаревичу позвонила, говорю, Мурат Мухтаревич, вот так и так. Ну, он же китаист, и он долго был послом Казахстана в Китае. И я говорю, Мурат Мухтаревич, хочу с вами посоветоваться, нам нужен китайский переводчик. А была ситуация, еще проблема в чем? Вот эти репрессии в Суар, то есть в Суар очень много поклонников Толозбека, которые его обожают, наизусть знают его творчество, там его книги пиратские издаются в издательствах, издаются по-всякому. И я сначала была в полной уверенности, что мы без проблем найдем переводчика. Но потом возникает такая ситуация, что там все под колпаком, все люди запуганы, и они боятся отвечать на какие-то сообщения в чате или на почту. Вот, и ребята здесь, которые оттуда приехавшие, они говорят, Апайбискуаркам суладандарин, овалнахаламсба. А вдруг их потом репрессируют из-за того, что у них была переписка с Казахстаном, это везде и всюду. Там, знаете, мы долго ждали ответ. Есть такая переводчик, она считается лучший переводчик с казахского на китайский язык, Агайша, фамилию ее не знаю. Многие наши писатели у них хотели переводиться, но она им заламывала такие неподъемные цены. А тут она через месяц ответила на e-mail, сказала, Таласбек Агану Хурмитейман, я сделаю скидки, ну, то есть переведу по той цене, чтобы мы могли вот в те деньги, которые нам выделят. Но мы как раз в этот день утром, потеряв надежду с ней связаться, заключили договор, ну, с уралманами, которые здесь на кафедре китаистики работают. Но хороший переводчик? Да, хороший перевод. Там редактором был уже этнический китаец, который филолог. Все хорошо, но было обидно. А потом, я говорю, даже если мы сейчас к ним побежим и скажем, давайте, этого переговора, ничего не было, мы отдаем Агайше, а как завтра нужно будет редактировать, переписываться, деньги ей переводить в Китай, ее точно за какую-нибудь террористическую деятельность могут занести. Вот эта вот ситуация. И вот здесь я позвонила Мурату Мухтаровичу, когда-то, дальше нет ответа. Говорю, Мурат Мухтарович, вот так и так, может, вы посоветуете в Пекине каких-то переводчиков? Вот. Он говорит, да, ну, они-то не под таким жестким надзором. Он говорит, да, есть, я много общался с такими людьми, но в Зире это так не делается. Он говорит, Зира, сейчас библиотека, ваш заказчик, должна написать письмо в Министерство иностранных дел о том, что запускается такой-то проект. Министерство должно написать письмо в наше посольство в Китае. Там, при нашем посольстве в Китае, я сформировала в свое время, вот, ну, такой вот коллектив, с которыми мы общаемся, поддерживаем отношения. Это казахи, которые уже в пяти поколениях переводчики на китайский язык. И вот нужно выходить на них, потому что я сейчас уже потерял контакты, многие из них уже состарились, эти люди, с которыми я сам общался и дружил. Я говорю, Мурат Мухтарович, я все понимаю, вы очень правильно говорите. Но, и точно так же, вот, Серегола, то есть в марте выделяются деньги, а к концу года уже должны быть переводы. И вот эти вот двухэтапные, просто у музея нету возможности. И мы об этом Министерству культуры все время говорим, что нужно менять, что вот так вот нельзя делать. Иногда деньги вот выделяются где-то в августе, наконец, все это разберутся с госбюджетом, а в декабре уже нужен итог. Или бывают смешные ситуации, когда 1 декабря из Министерства звонят в издательство и говорят, остались неизрасходованные средства, дают вам выпустить это, чтобы 10 числа книги лежали на столе. 10 числу по стране нужно разослать весь тираж. Это бывший Советский Союз традиций. Творство, не знаю, смысл творчества, творческая работа. Тем более переводится. Ещё вот такой вопрос у меня. С точки зрения популяризации всего этого, казахской мифологии, всех этих, ну даже каких-то работ, вы не думали выпускать какие-то такие короткие серии? Вот как, я не знаю, вот, например, вот эти книги «Богиня в каждой женщине» или «В каждом мужчине», да, она пользуется не то, что среди каких-то академических кругов, она просто интересная, и каждый на себя примеряет. И мне кажется, вот как Пауэлла Куэрион делает, маленькими такими книжками выпускать, и какие-то, может быть, отдельные главы, может быть, отдельные какие-то разделы, да. Мне кажется, это было бы, может, интересно, и расходилось бы, и было бы более... Я не знаю, я не знаю вот насчёт того, как оно будет расходиться, потому что у нас всё равно, ну, не это книгоношие ходить с лотком бессмысленно, а, видите, когда у нас настолько много накладных расходов, я уже тут не как учёная, а как человек, который... Вот эту книгу я за свой счёт, кстати, это первая попытка такая, я вложила собственные деньги в издание этой книги, и, понимаете, то есть здесь она большая, и цена достаточно большая, а накладные расходы, они одинаковы будут. Что ты доставкой отправляешь большую книгу, что ты доставкой, например, отправляешь маленькую книгу, цена одинаковая, и когда накладные расходы накрутятся, та книга всё равно не будет. Она маленькая, но она всё равно не будет, не дорогой какой-то. То есть будет, разумеется, и дешевле, но... Вот у нас, ну, фактически у нас же нету книжного рынка, по большому счету. Об этом я тоже уже 15 лет назад, мы с Лилей Калаус беседу делали на эту тему. Хаду Тухтовалат, есть такой, сын моего учителя, он все время книжным рынком занимается. Статьи идут лет 20, нет, даже 30, в 92 году он, экономик с книжней, магазин, экономик, он открыл, мы помогли ему. Он из Москвы таскал, что на своем горбу, все эти книги, а опять встал, у нас везде не поменялся. И вот он пишет о книжном рынке, мировом, и потом Казахстан. Да, действительно, это книга у нас. У нас российским трешем все завалено. Вот когда все плакали, что Академ книгу в Алмате на Фурманово закрывают, я как-то, знаете, не особо, потому что все последние, когда я ходила в этот магазин разы, все было заполнено книгами типа «Тайными тропами славян». То есть таким квази-научным трешем, Фоменко, еще кто-то. Очень мало настоящей академической литературы привозили. Ну, то есть они не хотели, наверное, рисковать. То есть понятно, что Фоменко кто-то купит и много купит. А если какую-то вот такую эксклюзивную книгу, которая, может, только мне интересна в Казахстане, скорее всего, не купят. И вот поэтому мне как-то... У нас нету, у нас все везде в основном, ну, такая популяра, попсовая совсем литература. Кстати, вот Афоменко. Что за человек Афоменко? Ой, давайте не будем. Нет, нет, просто он квази, да? Да, ну, то есть человек, который доказывает, что на самом деле Христос тысячу лет назад прожил. Молодцы, я даже не знаю, кто такой второй человек. Не видела, что вы этого назад называли. Можно, да? Вопросы поступают. Вы прочитаете или не читаете? Я прочитаю. Добрый день, что скажете про долгожительность в Шепе? Все из-за воды, наверное. Жулан Галлигер. Про долгожительность в Шепе? Про долгожительство в Шепе. Ну, я в Шепе бывала только, ну, 3-4 раза короткими наездами. Я про долгожительность не знаю. Единственное, я знаю, что мама Серегбола, ей 90 с чем-то было, когда она вот умерла недавно. И в возрасте 80 она все еще сына могла, ну, обездвиженного поднимать, ухаживать за ним. Вот такие вещи. На самом деле, вот, ну, последний раз, когда я была там, как сейчас говорят, крайний раз, я была, там я от местных жителей слышала жалобы. Потому что у них там в горах щебеночные карьеры. Из-за этих щебеночных карьеров они считают, что родники иссякли, с водой пошли проблемы. То есть в Шепе это был какой-то вот такой вот азик раньше. У них даже речка была, речка уже давно пересохла. Потом там рядом цементный большой завод, ну, современный огромный завод. Мы даже когда ехали как-то в Шепе, и там вот над горизонтом вот такая вот длинная-длинная какое-то облако стоит. Вот. И Мурат Агах, Мрзаев, это краевед, как выяснилось, мой нагаши в седьмом колене, он мне говорит, это КРП-булт. Ну, то есть облако такое, КРП-одеяло. И в эпосах же упоминается, надо же, оказывается, вот это и есть КРП-булт, как красиво. А наш шофер, молодой парень, говорит, какой КРП-булт? Это, это пыль от цементного завода. То есть, ну, я не знаю насчет долгожителей. Конечно, местные жители очень переживают за свою экологию на самом деле. Еще вопрос поступил. Жанар Байтилеева. Утежақсангымеут жатыр рахмет, сізге мнадай сұрағым бар. Мекемтас Мрзахметов бір сөзінде Танғырлік Сенімнің өз кытабы бар. Ол руна жазуумен жазылған дегенеді. Осы туралы сіз қандай ақпарат айталасыз, дейді. Мен енді Танғырлік кытабы туралы кәзір, онда еш теме тағылмад. Андасанда алтай жақтан шығад, біз таптық. Мене бізде бір жерде бір қол жазба жатты. Хакастарда, алтайлықтарда, тувалықтарда. Сонда әңгіме анда-санда шығады. Бірақ ол мәтінді кәзіргі керейліцаға көшіріп, орыс тілге аударып шығарып жатады. Бірақ оны оқығанда дын танудан қабар бар адам ретінде айтатын. Мінау жері християнстводан алынған, мінау жері манихействодан алынған, мінау бұддизмнен алынған. Кәдімгдей атарын дегенде, құрмуз дейді. Күдай құрмуз, ол зарастризмін ұрмузды, мысалы. Солай-солай бұп кетеді. Айзірге, мен осы кітап дейдіңдей, онда еш теме мен көрмедім. Және де мен ойлаймын, Таамир шылдық, ол, енді ол өте көне дәстүр. Менде мұнау кітапта таңыршылдық түнгерянства, изначайның ислам түнгерянства деген мақала бар. Мен білсем, ол 16 мүм жыл бұрын болған дәстүр, адамзатқа ортақ, ол тек қаны түріктердің дәстүрдеуге болмайды. Адамзатқа ортақ, өткені Африкада да кездеседі, дендер, тангер деген тұнық мұхиптада аралдарды, сонда құдайлардың алғаш адамға білім, мәденет алып келген кепкерлерін атар кездесіп тұрады. Сонда ол әлемге жайылған дүние, ол өте көне. Озаманы кітап сақталғаны, білмеймін, енді талыз беттің бар ғой, аңыз жайындағы аңыз ағыша дебеттің сайтымызда бар, өткен кезетті. Сонғы бір мақалар, кім білет, енді бәр жерде бірнастез сақталу мүмкін. Дегенмен, қайзірдің әрселер, меніңше ол, аңыз түрінде сақталды, күй түрінде сақталған дүниелер. Өткені, негізі кітапқа бірнастез жазу, ол өшіп бара жатқан дәйсірге тәнді. Мысалы, Мухаммед Пайғамбар түр кезінде Құран жазылмады, ауышша түрде таратылды. Мухаммед Пайғамбар қайтыс болғаннаги, содан дейін жазылып, құрастырылып, Құраммедіген үшіп жазылтығы, көрселімен, әртәлтәңіп жазылды, күй түрде түрде тұрде, өстейді қи түрде 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 түрде? Ӑсірес өзіргі. Ещё вопрос, Ира. Вот вы сказали, что это книга в основном о мужском архетипе. Ну здесь у нас... В основном мы женщины, И Вы сказали, что Вы как раз исследуете, работаете над этой темой. И могли бы выделить какие-то женские архетипы именно нашей мифологии и поделиться здесь? Значит, сразу скажу, вот женские архетипы, вообще женские ритуалы всегда сложнее найти, потому что и ученым всегда сложнее реконструировать. Реконструировать, почему? Потому что женское это всегда очень закрытое, тайное, эзотерическое. Ну, то есть вот даже, скажем, если юрту взять, правая сторона мужская, левая женская. Гости на правой стороне должны находиться. Хотя у нас и не было у казахов, вот как в мусульманских домах, женская половина дома там. Но тем не менее, вот на женской половине, на левой половине дома, ну, запрещалось гостям ходить. Ну, если это не женщины, да? И точно так же вот ритуалы женские, если мужские ритуалы, они хоть какое-то получали отражение в устной литературе, еще где-то. А женские очень закрытые. И очень совсем этим сложно, вот вплоть до того, что все сказки, которые в статомнике есть, я пересмотрела, там есть сказки, в названии которых имя девушки стоит там. Ну, это айбарша или кунике, она просто там присутствует, как какой-то мираж. То есть все равно главный герой это мальчик, парень, который идет, услышал, что есть такая девушка, он ее ищет. Девушек там нету. Есть одна сказка, в которой девушка действительно очень активная, главную роль играет, Дударкас. Вплоть до того, что она себе фалос укулана отрубает, на охоте убивает укулана, и фалос его себе там прикрепляет, ну, когда ей нужно доказать, что она парень. Вообще я растерялась, не знала, как это толковать. Ну, это же не фрейдовская зависть к фалосу, правильно? Что-то другое. Но потом нашла, оказывается, это вот у сибирских народов есть эта тема немножко. Но даже вот эту сказку Дударкас мы с юнгианскими аналитиками обсудили в интернете. Встреча у нас была, в ютюбе есть. В конце концов, одна из этих аналитиков пишет, все равно, здесь Дудар, это не главная героиня, девушка, это анима мужская, то есть это внутренняя женщина-мужчина. Где нам взять мужский, женский архетип? Вот это сложно, но пока то, что есть, вообще я, ну, вообще это мне музей Серебола же дал задание, поэтому там в основном как женские архетипы в наследии Серебола Кундыбая. Ну, как официально тема так формулируется. Ну, конечно, у меня, как у ученого, свои амбиции, я надеялась найти еще что-то такое, чего может быть, у Серебола же не вся литература была на руках, времени не всегда хватало, я надеялась что-то свое найти. Но вот у меня, теперь, когда я практически весь наш фольклор перелопатила, где женские образы более-менее активно присутствуют, прихожу к выводу, что вот Серебол практически все охватил. То есть, и это у него есть в третьем томе мифологии предказахов. Я только могу какие-то вещи, которые он просто упомянул вскользь, более широко и, ну, так вот, красиво на конкретных примерах развернуть. Вот эта вот сакральность молока, очень интересная тема, когда взрослому человеку женщина дает грудь, чтобы он молоко пососал. Ну, потому что молоко сакральное, это акт, как бы, усыновления такое. И это настолько развернуто. И вот самые разные вот такие вот случаи, например, там есть сказки, в которых главный герой, он идет отомстить за своего отца, его убийцам, ищет их. Вообще, вот, месть за отца, это одна из главных тем вообще в нашем фальсофере. И он, в конце концов, он встречает какую-то там старушку, Жалмаус Кемпре, которая сидит в какой-то подземной своей землянке. А она мать трех дэвов. И она, это, Жалмаус, она сразу смекнула и говорит, и он зашел, и хоть ему, он голодный с дороги, хочет поесть, и она говорит, у меня ничего кушать нету, я тебе грудь дам. Кормит его своим грудным молоком. А потом приходят ее сыновья дэвы, и выясняется, что это именно те, которым он должен был отомстить. И он теперь оказывается в такой ситуации, что он не может отомстить. Да, он уже с ними молочный брат, а молочное братство у казахов ценилось чуть ли не выше, чем кровное или единоупробное. И вот масса-масса всяких этих коллизий в нашей устной литературе, в сказках, эпосах, связанных с этим. И Серебов просто сказал, что грудное молоко, это вот такое священное. Ну, в принципе, это и до него мы с Талазбеком тоже писали, потому что Талазбек говорил, был даже такой ритуал у казахов раньше, вплоть до 19 века. Если человек кого-то убил, например, случайно, если он сумеет пробраться в аул, где жил убийца, и к груди его матери приложат губы, и женщина и старушка не имеют права сопротивляться, то тогда он считается молочным братом убитого, и он как бы становится заместителем убитого человека, и его уже не имеют права убить, наказать. В общем, кровная месть, все это прекращается, но он как бы вот этим ритуалом, он дает клятву всю жизнь заботиться об этой пожилой женщине, как ее сына. То есть заменить ей сына. И вот это, Талазбек вот эту вещь в свой сценарий Томирис сделал, но, к сожалению, тот фильм Томирис, который вышел, он, конечно, по другому сценарию поставлен. Вот, такие вещи были, и теперь у меня, конечно, будет большая глава на эту тему. Потому что очень интересно это все. Есть, например, бета-шар открылся. Оказывается, мужской бета-шар был у казахов. Вплоть до середины 19-го уже окрешал. Да, 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 да. У нас, девушки, организаторы, мне надо не думать. Этот район глушится интернет, глушится, не показывает. Сейчас, минут, посмотрите. А, я прошу, это идет эфир? Час 11 минут. Да. И тогда, чтобы адресить. А это кто-то сходил? Телефон-пах. Наверное, немножко. Что-то такое. Наш ханчок, да? Ага. Немножко странные же есть люди. Может, такое какое-то мне показалось? Рахметаза. Ну, да, обижался человек. Что-то глушится, вроде нормально, народ нас видит, слышит, да? Нет, 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 невозможно найти. Я 40 минут ходила здесь, искала. А мы же схему тугизовскую приложили. Я по схеме искала. Я сейчас просто позвонила на океанат, и мне сказали. Я вот здесь, это, прям, честное слово, целый час хожу. Здесь вообще, вот эта чубара, очень сложно что-то найти. Да, Господи, это очень хорошо. Мы сразу привезли, спокойно. Иди с меня туда, куда вы везли. Нет, дело в том, что мы же хотели в парке, я боюсь, в закрытом помещении. В парке мне сказали, что, ну, а вдруг это за митинг принуд. Поэтому решили на какой-то вот такой территории встретиться, чтобы был воздух, чтобы не переживать за это. В общем, сколько времени прошло? Уже давно, да, мы говорим? Час. Час уже? Час уже часа. Да, ну ладно, давайте. Просто мы начали нам говорить. Городили полтора часа. Нет, мы громко. Три, мы с вами начали говорить. И в свое время я же в фейсбуке запостила старинное фото, где стоит девушка в салтеле, то есть невеста рядом с ней, еще какая-то женщина. А напротив два мужчины. И молодой вот прямо вот кланяется в тмахе. И там же мужчины начали комментировать, что это постановочное фото, что такого никогда не было. Вот сейчас, готовя вот эту книгу «Женские архетипы», я обнаружила этнографические вещи, где прямо пишется, что жених приезжал вот в такой вот, ехал не в какой-то такой бурак открытый, а тымак закрытый. И плюс к нему еще подшивали какую-то ткань, чтобы лицо было полузакрытое. Что жених должен был каждой родственнице невесты поклониться, плюс его могли еще и побить, если он не понравился, и выгнать, и сказать, все, нашу девушку мы за тебя не отдадим. Но это уже в середине девятнадцатого века начало исчезать. И сейчас уже закрыто наглухо, и наши этнографы тоже, видимо, об этом не пишут, потому что, ну, а мне это интересно, я напишу. В общем, вот такие, а вот с мифологическими архетипами все-таки ислам сильно повлиял. Даже вот якутские, бурятские, или тувинские, хакасские, алтайские, посчитаешь, там гораздо более активнее женщины, девушки, очень. У нас остались, вот, например, девушка-воительница, у нас только вот такие вот остались родименты. Это вот Карл Раф Кобланды, да, она же по факту сильнее, чем Кобланды, Карл Раф. Просто вот она в него влюбилась. Вот какие-то такие вещи. Потом очень интересная тема, что во многих вещах, ну, мало того, что есть сказки, в которых женщина предает, там, мужа, дочери, предает отца, да, сестра предает, а сын остается верным. Но Серебул это как астральные мифы толковал, что это персонажи астральной мифологии, где там какая-то звезда или планета разошлась, встретилась, с этим связано. А еще есть такая тема, что вот девушка, которая на выданье, она вот это, не только вот в опысе Кобланды же, Карл Раф своего отца фактически предала ради Кобланды. Потом она своего младшего брата убила ради Кобланды, да. Я думала, что это вот такая вот уникальная психологическая коллизия, потому что этот эпос, он уже очень развитый, и там очень много психологизма. Но даже в сказках вот эта тема есть, когда девушка на выданье, и она может что-то такое сделать. Вплоть до того, что к одной такой девушке приходит от имени главного героя Мастан Кемпель и говорит, «Объясни, как главного героя можно вытащить из Зиндана, он на тебе женится». И девушка прислушалась к этому. Это пагубная сила любви, как вы думаете? Нет, она его и не видела. Нет, мне кажется, вот есть еще такой, например, есть сказки, в которых какой-то Дев, он свою младшую сестру держит, там, губы булавкой заколол, руки связал, чтобы она без него не разговаривала, не кушала, а сам ходит на охоте где-то. И вот такие девушки иногда в каких-то сказках друг с другом обсуждают и говорят, «А нет, это есть тема». И там, конечно, эти девушки переходят на сторону главного героя, помогают им. Но есть сказки, в которых где-то в отдалении живет, например, два-три брата, и с ними сестры. И они не видят других людей, никогда не встречают. И сестры в какой-то момент говорят, наши братья нас ни с кем не знакомят, они что, на нас жениться хотят? Братья хорошо с ними обращают, что они на нас жениться, что ли, будут? Что-то с этим надо делать, надо найти кого-то, нам. Это, вероятно, это рудименты, отголоски экзагамного брака. Когда девушка, чтобы выйти замуж, должна найти человека из другого рода. А как, кстати, объяснялась мифологически вот этот экзагамный брак, что надо найти кого-то из другого рода? Нет, мне кажется, это не из мифологии шло, это шло уже чисто из жизни, скорее всего, пошло. Но мне кажется, обычно же они так переплетаются из жизни мифологии. Ну да, но пока вот такого я ничего в этом плане, что как это объясняется, ну просто это уже все равно, видите, наши вещи были записаны уже поздно. Если бы начинали записывать 3000 лет назад, как там греческую, или индийскую, или иранскую мифологию, у нас это уже настолько стало нормой, что это даже страшно подумать. У нас ведь вот инцест настолько запрещен, что в фильме Кунанбай видели, это же реально была ситуация, вот Кударь и его комка, невестка. Причем Талазбек, он же из того региона, у них это старики эти истории рассказывают. Там говорили, что Кударь он не был каким-то извращенцем, чтобы со своей невесткой... На самом деле была такая ситуация, у него умер единственный любимый сын. И у него был протест, это был богоборческий мотив. Ты у меня забрал Бога, и я поступлю против божеских твоих законов, и я буду со своей невесткой жить. Возможно, он даже надеялся, что она ребенка родит, чтобы род не прервался. Была вот такая ситуация. А на самом деле для казахов это было настолько страшно, что все были просто в растерянности. Там в фильме, в принципе, это показано. Потому что, например, если вот для русской этнографии это нормально, это называлось даже, было определение, снахач, да, старик, который с невесткой живет. Это называли птичий грех. Ну, такой вот несущественный грех. Ну, что там, птичка. Да, даже есть какие-то, по-моему, у Горького, да, рассказ, где мужчина убивает своего отца из-за жены. И вся деревня осуждает не отца, а осуждает этого молодого мужчину. Ну и что отец? А для казахов это просто, ну, это ужас, это просто, ну, как Ахрзаман сякты. И вот с Кударами и Камко это была такая ситуация, как Ахрзаман. Поэтому вот очень, ну, жестоко с ними поступили. На самом деле это было попросение для всех. И все-таки наша культура, она зашла очень далеко. Так, чтобы, ну, вот эти вот вещи, они угасли уже полностью. Экзогамия, все это не обсуждается, что экзогамия. Что Келлен это как дочь, и нельзя вообще на нее даже смотреть. Это тоже не обсуждаемо. Вот сейчас у нас, к сожалению, вот это вот муссируется, что там вот где-то там в ауле, в сельской местности, вот они такие нехорошие, что с этой женщиной замужней, там все братья мужа, все. Но это уже, знаете, это, как сказать, наш народ, к сожалению, после Голодомора, он деградировал сильно в моральном и другом плане. И вот у нас зачастую, когда говорят, вот это казахское, имеется в виду казахское советского периода, когда мы уже в полном кризисе находились, в духовном и реально. А вот какие-то примеры педофилии, они как-то тоже не объяснялись? Не было такого именно? Ну, видите, с педофилией как сложно. С одной стороны, вот это, есть же понятие, что девочку могли выдать там в 13-14 лет замуж. И это уже, ну, то есть для тех времен это была норма, да, где-то? Ну, а если мальчиков? А с мальчиков, в смысле, с мужским отношением. Да, где-то в фольклоре не было таких. А Азбих рассказывал такие вещи, это, ну, не в таком письменном фольклоре, а вот какая была штука. Ну, мы знаем, что бача-бала, да, в Средней Азии существует очень много бача-бала, и там дальше Афганистан, Пакистан. Это очень такое нехорошее явление большое. И вот в приграничных районах были такие случаи, что мальчика могли похитить просто-напросто, чтобы превратить в бача-бала. Вот Азбека даже была такая мечта, он хотел написать, была такая легенда, что одного мальчика украли, и он аж в Индию попал. И у Азбека была мечта, что написать такой вот киносценарий, если найти такого великого режиссера, для которого эта тема важна, типа Виктюка, где мальчик находится в вот таком вот, ну, как сказать, борделе в Центральной Азии. И приходит Чингисхан на войско, а Чингисхан разрушал города в первую очередь, потому что для него города были это скопище вот этого разврата. Вот иногда же говорят, что и в природе встречается гомосексуализм. Но дело в том, что вот Талазбек говорил, у казахов вот в восточном Казахстане, об этом казахи хорошо знали. Но это было настолько для них чудовищно, что они вот по следам определяли, ну и по звукам, что там где-то такие завились, например, олени, и этих оленей шли и специально убивали, и их трупы сжигали, их даже мясо не ели, потому что боялись, что это заразное. И вот сценарий должно было бы так, что Чингисхан приходит, разрушает город, разрушает этот бордель, и он бежит из этого, этот мальчик получает таким образом свободу, и он бежит из города, но он бежит в женской одежде. У него уже манеры все стали, он много лет провел в этом борделе, для, ну как Бача Бала, у него уже все движения, все такое, и когда его вот эти, воины Чингисхана обнаруживают такого, они его принимают, и они его убивают тоже. А, есть такая вот легенда, была, что какой-то один из сыновей полководцев Чингисхана, он в таком вот городе, он думал, что это девушка, он с ней вступил отношения, когда обнаружил, что это парень, он его убил, но он был настолько потрясен, он своим воинам сказал, вот так случилось со мной, и его тоже убили, потому что он уже был грязный. И Талазбек хотел, чтобы вот в финале, вот эти две души предстают перед Богом, и вот этот мальчик, которого когда-то украли, говорит, в чем был смысл, в чем был смысл в моей жизни, а тот говорит, сын мой, ты уже в раю, забудь это все, ты уже в раю. Ну, то есть, вот какие-то вот, на уровне легенд, это был страх, это даже в советское время, говорят, много в Южном Казахстане, детей пропадало, мальчиков, когда вот родители считали, что их похитили, вот для таких вещей. Ну, казахи очень боялись таких вещей. Мне кажется, нам надо, ну, все равно какие-то вот, такие справочные пособия делать, по каким-то архетипам, которые, или их, я не знаю, какая-то классификация должна быть, или, ну, какое-то более простое изложение. Ну, видите, я вообще не склонна, вот, писать популярные вещи, мне скучно писать. Я в налоговой инспекции одну бумагу, двух экземпляров одинаково не могу заполнять. Это, как я недавно вспомнила, с Диной Нарписовой такое было, у нее Затаевич записывает кью, и она ему исполняет кью, он натирит, а магнитофонов еще нет, да, он хочет проверить, говорит, сыграть еще раз, она по-новому. А вот, например, Серебол, Таласбек, у них была склонность, вот, они и любили энциклопедии читать, я не люблю энциклопедии читать, они и любили энциклопедические словари, издания, и они любили Серебол. Он вообще считал, что все, что он пишет, он пишет научно-популярно, поэтому у него зачастую огромные цитаты из, как, мифологического словаря, из мифа народов мира. Почему? Потому что он, во-первых, как переводчик выступал, казахов, знакомился с этими вещами, во-вторых, он понимал, что его читатели не пойдут в библиотеку искать эти издания, старые, малодоступные, интернет не был в то время развит, когда он писал, и он не ленился, это все писал. Ну, и чтобы логика его была понятна читателю. А я вот вообще не люблю, но вот женские архетипы я хочу написать уже более популярно, именно для такой, более широкой аудитории, потому что первой мне эту идею закинула Мария Бекалаева, которая женские тренинги записывает, и она их ведет, и она всегда вот эти богини, с каждой женщиной, вот по таким книгам. И она первая начала у меня эти вещи спрашивать, я тогда задумалась, да, надо что-то делать с этим. Но все равно у нас так не получается, как у нас. Все-таки в греческой мифологии было записано рано. Может быть, хорошо, что вот и сейчас ведется эта видеозапись, ну и вообще в целом вот просто даже вот Вечное Небо как бы на YouTube какими-то отрывками рассказать, да, и оно было бы как вот, я не знаю, сейчас очень такая хорошая судьба у книг Доблатова, да, они настолько популярны, потому что их начитали там актеры, и вот их просто, ну, можно прослушать любую книгу. То есть я не говорю, что начитать, но мне кажется, просто рассказать в течение, я не знаю, там 15 или 20 минут там мифология там неба, да, или там молока, или там воды, или земли, или там еще чего-то, и уже это будет выскакивать одно за другим. Я же, Жанар, пыталась сделать вот для опыта книжку открыла, казахские сказки, и почитала, да, записала именно книжку. И там началась критика, голос так, вот это вот сяк, освещение не такое. я даже нашла, сделала типа штатива, что-то, чтобы оно не качалось, все закрепила, зафиксировала. Но потом начинается там критика уже дикции, освещение. Я поняла, что это, ну, или надо делать профессионально, да, или не делать вообще, а профессионально. Честно говоря, этим надо просто, ну, этим заниматься. Ну, просто никто... Дети мои, вот у Лили Калаус, моего соавтора, у меня вся семья, они купили ей зеленый экран какой-то, ставят камеру, они ее заставляют, а мои нет. Это все-таки должен кто-то, кто вот скажет, давайте мы будем это делать. Но мне кажется, все равно никто так хорошо, как ты, не расскажет об этом. Потому что никому в голову это знание не засунешь. То есть у тебя даже во время рассказа у тебя может быть какие-то раз инсайты, и ты вдруг вот в эту сторону пойдешь. А тот, кто просто читает, это сразу слышится, сразу чувствуется, что это не то. я понимаю, что я должна, но может быть, может быть, займемся, но пока... Я знаю, вы же, она всегда такие вещи говорит, что надо аудиокнигу, детскую книгу сделать. Вы правы, да. Мы сейчас об этом думали, я даже Лили говорила, у Лили дикция лучше, чем у меня. Я на же ради ведущей одно время работала. Но Лили, муж начинает, дома мы уже пробовали, слышны шумы, надо будет в студии, когда закончится карантин. Ну, то есть Лили, она в изоляции полностью старается быть, говорит, мы дожидаемся карантина, потом нужно будет нанять студию. Ну, то есть, это вот много-много превращается в долг. Нет, ну, хотя бы подкасты. Я не говорю, что прям видео, видео, оно требует картинки там и зеленого экрана, но подкасты, они не требуют такого. Аудио, да? Аудио просто, да. Аудио, ну и какая-то, вот картинки у вас уже есть, и она, там, эта картинка может быть туда выставлена, и все. Ну, я вот попробовала же, проб на то, что на YouTube выложила, там 34, что ли, просмотра, я думаю, ради чего я этим занималась, я старалась. Все, наверное, мы уже так вот выключим, да, с прямым эфиром закончим? Да, наверное. Пожалуй. Будем мы чай пить. Те, кто не пришел, пусть нам завидуют. Вопросы закончились. Все, Кой Прохмет, Хацхана Дандар, всем спасибо огромное. Книга вот на днях, в Алма-Ате, она уже в Меломане есть, на днях будет на сайте Меломана, и в Астане, постепенно в областях, ну и по-прежнему можно заказывать на нашем сайте, вот все контакты есть. Вот. Мне кажется, особенно можно было заказать университет, там, чтобы, ну, включали в свои лекции и разные, и философские, и психологические, социологам, там, знают. Ну, кто-то хочет включать, а кто-то не хочет включать. Кто-то не хочет, но чтобы возможность была, конечно. Ну, о библиотеке, мы вот очень благодарны библиотеке Восточно-Казахстанской областной, они, например, в прошлом году, в декабре, у них деньги оставались, они по 300 экземпляров сразу купили, для всех районов, библиотеки и прочее. Теперь они наши вип-клиенты, когда они говорят, Зира, поздравьте нас с праздником, запишите видео, ради них стараемся, и прямой эфир, Койпрахмет, если бы, конечно, все наши библиотеки областные вот так поддерживали авторов, ну, наши книгоиздания, наши писатели, они бы, ну, совершенно на другой уровень бы все это вышло, потому что сейчас, к сожалению, это происходит так. Если есть весовой агашка, он заехал к Акиму и говорит, Аким потом дает приказ в школы, в библиотеки, и там, как бы, ну, навязывают это все. Директивно. Да, директивно. А вот, когда, вот так вот, а мы, во-первых, я так не умею, во-вторых, я так не хочу делать, в принципе, мы считаем, что люди должны, те, кому интересно, покупать. И я, например, у библиотекаря, Нургуль Кудайберденова, из которой мы прямой эфир проводили в Восточно-Казахстанской библиотеке, я у нее спросила, говорю, Нургуль, вы сами прочитали книгу? А она говорит, Зира, я не смогла прочитать, потому что я детям сказала, это казахский Харри Поттер. И с тех пор, говорит, эта книга у нас не лежит в библиотеке. Максимум ее приносят, тут же, максимум один день она может пролежать, вот уже, говорит, полгода, она два дня, чтобы у нас на полке простоял, такого не было, при том, что 300 экземпляров они взяли. Ну вот, какая слава. Да, то есть, это, ну, библиотека активно работает, у нас в Астане же тоже много библиотек, но кто их знает? У нас есть участковая библиотека, я туда своего сына отвела, он начал ходить, потом ему нагрубила библиотека, что он отказался. вот такие вещи. А они молодцы, у них и сайт такой хороший, с разнообразной, они какие-то мастер-классы онлайн во время карантина ведут, встречи с писателями, ну, то есть, энтузиасты. Я очень благодарна восточно-казахстанской. А на казахском есть это? На казахском языке вышла, вот эта вот первая книга вышла, она вышла в издательстве казах, казах, энциклопедия Сэй, и она, в принципе, именно по министерскому заказу, она в библиотеках по стране есть. И немножко казах энциклопедия Сэй продает остатки тиража, но это нужно на них в Алма-Ате выходить, именно на самом издательстве. То, что у меня было, авторские экземпляры, я их уже давно раздала, остатки продала, и у меня нету сейчас. На казахском? Ага, кой прахмет, да, мы вышли из эфира, там, да? Все, наверное, кой прахмет, тхадсхана дамдарга, тхадагана дамдарга, всем спасибо, всем здоровья, надеюсь, что вот этот странный период пройдет, и мы, наконец, сможем нормально встречаться. Всем удачи, летом хорошо отдохнуть, здоровья самое главное. Спасибо.